Всем привет! Вы на спортивном. Обзор результатов очередного тура Ла Лиги, а также таблица и расписание. Начинали 31 тур в пятницу Депортива и Малага. Эти клубы в самом низу таблицы. Депор выиграл у конкурента за вылет 3-2. Адриан сделал дубль. Напомню, что в первом круге в ноябре они также сыграли 3-2, но в пользу Малаги. Далее Олавес Хитафе. Антонес в конце игры не забил пенальти. В итоге его клуб уступил в сухую 2-0. Обе команды за последние 5 игр выиграли лишь по одному разу. В номинации «Нестабильность сезона» приз получает Севилья, которая крупная 4-0 уступила Сельте. Как же команда Мантеллы с такой игрой будет играть теперь из Баварии в Лиге Чемпионов? Непонятно. В этом матче, конечно же, забил Аспас. И сделал он это трижды. И вышел на 4-е место среди Галеодоров. У него теперь 19 голов. В списке Галеодоров есть изменения, но про это чуть позже. В этом туре еще был хитрик, но про это тоже чуть позже. Итак, Севилья уступает в свой 3-й матч из последних 4-х. Последний раз команда выигрывала Лиге Чемпионов у Манчестера Юнайтед. Еще один сухой счет был зафиксирован в игре Бетиса и Эйбара. 2-0 в пользу Бетиса. Тут, так же, как и в предыдущем матче, был автогол. Бетис выиграл 4-й тур к ряду, забив 9 мячей и пропустив за это время всего лишь 1 мяч. А вот Эйбар на протяжении 5 туров не может выиграть. В ноябре в первом круге Эйбар выиграл у Бетиса 5-0. Лидер чемпионата Барса выиграла у Лиганеса 3-1. Хитрик у Месси. Свой первый гол он забил со штрафного и таким образом уже 6-й тур к ряду забивает из-за пределов штрафной площади. Барса не уступает в чемпионате на протяжении 38 матчей подряд. Это стало повторением рекорда клуба Реал Соседат. В 80-х он так же не уступал 38 матчей подряд. Леванте Лас Пальмас 2-1. Коке забил один из голов и заработал одно из двух удалений своего клуба. Правда оба удаления было в конце игры, поэтому Лас Пальмас не успел отыграться и уже не знает как выиграть на протяжении 9 туров к ряду. Реал в центральной игре сыграл с Атлетико 1-1. Голы забивали лидеры клубов Роналду и Гризман. Для Роналду это уже стал 650-й гол в карьере и уже Роналду 8 сезонов подряд забивает 40 или более голов за клуб в сезоне. А вот Атлетико крепкий орешек. Реал не может обыграть его на Сантьяго Барнабео уже пятый матч. В первом круге так же была между этими клубами ничья. Реал Соседат разошелся и выиграл у Жироны 5-0 и решил доказать, что новичку Примеры пока еще рано в Еврокубке. Аяр Сабаль автор дубля. Напомню, два тура назад Жирона получила 6 мячей от Реала, который тоже доказал ей, что в Еврокубке ей пока рано. Валенсия минимально переграла Эспаньол. Родриго забил быстрый и единственный гол на седьмой минуте. И Валенсия таким образом возвращает себе третье место в таблице, потеснив оттуда Реал. Еще закроет этот тур 9 апреля вели Реал Атлетик Бильбао. 10 и 11 апреля ответные игры 1-4 лиги чемпионов. Севилья едет в гости к Баварии. Реал примет Ювентус, а Рома Барсу. Ну и 12 апреля 1-4 лиги Европы. Спортинг Атлетико. А сейчас расписание следующего тура. Итак, 13-го Жирона Бетис, Севилья Вилья Реал, Барса Валенсия – это центральная игра тура. Далее Лас-Пальмас Реал Соседат, Легано Сельта и Атлетик Депор. 15-го Эйбар Алавес, Атлетико Леванте, Хитафа Эспаньол и Малага Реал. А сейчас список лучших голиадоров. У Месси стало 29 голов, у Роналду 23. На третьем месте Суарес 22. Аспас вышел на четвертую строчку 19, у Гризмана 18, у Стуани 17. И вот показался Родриго из Валенсии, у него 15 мячей. И теперь таблица. У Барса уже 79 очков, клуб на 11 пунктов опережает второй Атлетико. Валенсия вышла на третью строчку 65, у Реала 64. На пятом месте, внимание, Бетис 49, Вилья Реал 6-й 47, Севилья 7-я 46. На восьмом месте Жирона 44. Далее Сельта и Эйбар. Внизу таблицы все те же. Депор 23 очка, у Лас Пальмаса 21 и у Малаги 17. На этом пока что все. Спасибо всем, кто досмотрел. Спасибо всем, кто первым стремится ставить свой отзыв. Смотрите каждую неделю выпуски про Примеру. Ставьте лайки и подписывайтесь. Услышимся.